Теперь, мужчины, если вы видите, что ваша жена постоянно болеет, и вы думаете, господи, что же я такую нашел болезненную-то, знайте, что это все женщины такие. И даже есть анекдот, такой еврейский анекдот, что есть три стадии заболевания у женщины. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья стадия – вдова. Мужик уже умер, а она все больна. Понимаете, потому что мужик болеет только в реанимации женщины. Это я вас предупреждаю. Потому что у мужчины психика так соткана из тела, что он не чувствует своих болезней вообще, даже если хочет чувствовать. И роль жены в семье, очень важная роль, она должна сигнализировать опасность. Приведу пример. Я вообще-то чувствую все свои болезни в своем теле. Итак, я где-то месяца пять назад начал чувствовать, что у меня как-то какие-то спазмы в левом глазу появились. Я просто вам рассказываю, как жена меня спасла от слепоты. Чувствую, какие-то спазмы в глазу появились и думаю, надо что-то с этим делать. В этот плохой период начался, я это проследил, почувствовал все. Думаю, спазмы не очень хорошо. И потом, через два-три месяца, я жене говорю, слушай, у меня, говорю, я смотрю, и у меня как мутнеет зрение в левом глазу, какие-то сильные спазмы. Она говорит, пойдем к глазнику, к профессору. Я говорю, да я и сам знаю, что там происходит. Там происходит спазма, я все знаю, что мне профессор это. Я думаю, надо заняться просто глазами. И жена заставила меня идти к профессору глазных болезней. И когда он меня обследовал, оказывается, эти спазмы вызвали повышение глазного давления. Это такое сильное повышение, что могла начаться от слойка сетчатки, понимаете? То есть он поставил диагноз глаукома, там ни капли глазные выписал. Говорит, всю жизнь будете шкапать теперь. Вот, я, конечно, нашел выход. То есть я нашел точки просто в ушах, которые поставил, сейчас у меня стоят здесь на пластыре, семена, которые просто убрали повышение глазного давления. И все у меня сейчас не повышается, я так хожу с этим. Кстати, вы можете тоже, можете воспользоваться этим, полечиться у нас. Если у вас повышается глазное давление, или там в глазах какие-то трудности, то это, оказывается, легко вот этими точками лечить на ушах. И не надо ничего капать там, просто семена ставить и постоянно. И у вас все в глазах нормально. Такую методику открыл я для себя. Сейчас мы начали уже их пользоваться. Но это просто я вам привел как пример, как... А я думал, это просто спазмы, а там, оказывается, эти спазмы вызывали нарушение оттока жидкости и повышалось давление. Так жена меня спасла, мой глаз левый. Потому что она говорит к врачу и все, а я ни в какую. Я говорю, я сам врач. Отстань от меня. Мужчина, если жена вам что-то говорит, запомните, жена это сердце мужа. Если жена вам что-то говорит, то слушайте ее. Потому что женщина, она от природы чувствует ход времени. Но не у себя, у своих близких. А у себя она не чувствует, потому что сильно боится. А мужчина, это воля женщины. И женщина всегда должна слушаться мужа, если ее куда-то понесло. Допустим, она чувствует, что у нее какая-то есть желание сильное. Хочет, допустим, платье слишком дорогое. Муж говорит, ну давай, потерпи немножко. Она должна слушаться. Потому что, если она будет слушаться, у нее психика успокоится и легче станет. Но мужчины должны знать, что у женщины желание иметь такую природу, что они никогда не заканчиваются. Вот, допустим, если она чего-то хочет, она не может это забыть вообще. Вот мужчина, допустим, если чего-то хочет, он это может забыть и вообще перехотеть даже. Но женщина, она не может ни забыть, ни переходить. И она все время помнит. Так устроена психика у женщин. И еще есть одна особенность. Женщины, они также не могут забывать недостатки мужа. Вот если она увидела какой-то недостаток, она не может его забыть. А мужчина всегда забывает недостатки жены. Но он очень сильно удивляется, когда их видит. Потому что у женщины так устроено все, у ней все недостатки скрыты. Ее энергия внешняя, она как будто пыль в глаза пускает. То есть женщина так устроена, что она всех обманывает по поводу истинного положения дел. В том числе и себя. И красота женская означает, что она искренне верит, что она абсолютно чиста и хороша. Женщина. И все тоже так же верит в это. И когда мужчина неожиданно обнаруживает какой-то недостаток у жены, он очень сильно удивляется. Говорит, в чем дело вообще? Своей жене. И тогда она достает пулемет своей памяти. И он такой, все, все, все. Я все... Она так удивлена. Я один недостаток всего проявила. И он на меня наехал сам. И он наехал. И он наехал. И он наехал.